Безусловно, никто из нас во время российской агрессии не может чувствовать себя в безопасности. Потому что мы исконно были какой-то, знаете, островом глобального КГБ или ФСБ, где на нас ставили и опыты, и делали агентуру. И, в общем-то, нам достаточно, я понимаю, наши правоохранительные органы, нам очень тяжело защищать свои интересы. И мы не ограничены в истории, даже если мы возьмем, например, тот же израильско-арабский конфликт, то там понятно, что люди между собой говорят на разных языках, их можно как-то идентифицировать, то это большая проблема в нашей стране, потому что мы говорим на одном языке, у нас одинаковая культура, у нас одинаковые фильмы по телевизору мы смотрим, и очень трудно иногда найти шпиона или предателя. Мы должны быть к этому готовы применить все меры для того, чтобы защищаться. Россия наверняка, часть ее стратегии это запугать. Вот если мы возьмем любую историю, Чечню, возьмем Крым, возьмем то, что здесь происходит, это запугать население, попытаться сделать здесь беспорядок, и это стратегия Российской Федерации. Кстати, сейчас в парламентской ассамблее Совета Европы мы рассматриваем термин «гибридная война», и она является неотъемленной частью любой спецслужбы во время военных действий. Георгий, я правильно вас понимаю, что вы видите вот в таких событиях, в перестрелках в Киеве российский след? Безусловно, смотрите, ну следствие даст какой-то окончательный результат, и мы на это очень надеемся, но смотрите, мы для них враги. Вот украинцы, атошники, еще кто-то. А такие люди, как депутат Госдумы РФ, которого здесь застрелили, как Литвиненко в Англии, как тот самый Осман, они для них предатели, и для них принципиально для спецслужб их уничтожить разными методами. Это те люди, это он гражданин Российской Федерации, который перешел, который у нас... Он уже гражданин Украины. Он в прошлом был гражданин Российской Федерации, и если я даже не ошибаюсь, по нему было решение Европейского суда по правам человека, которое запретило экстрадировать в Российскую Федерацию, и пытались выдать, за так называемую попытку создания заговора и террористического акта в отношении самого Путина. Поэтому в данном конкретном случае речь идет о чем? Мы должны защищаться, у нас действительно не просто тяжело, для этого мы должны брать опыт наших соседей, европейских стран, применять технологии нового развития, компьютерные технологии, агентуру. Вместе с этим, давайте скажем так, по делу тому же Антона Герасченко, под материалом, который я видел, было установлено, что были лица, которые в Российской Федерации проходили специальное обучение, был создан специальный лагерь, где в основном действительно были люди с криминальным прошлым, и они отправлялись в Украину с целью определенных терактов. Более того, Антон Герасченко был далеко не первый заказчик этих двух лиц, которые пытались подложить бомбу в его автомобиль. — Не заказчика жертвы, вы имеете в виду? — Нет, Антон, жертва, прошу прощения, я имел в виду, он не был заказом, это был он далеко не первым заказом, который у них заказывали на исполнение этого убийства или теракта в зависимости от самой задачи. Были лица, которые они исполнили, к сожалению, в отношении которых они исполнили уже задание, с которым они были отправлены на территорию Украины. Поэтому было бы нечестно говорить о том, что наша безопасность в нашей стране может действительно быть того уровня, который она должна быть во время войны.